Это студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец она просто красавица. Если ко всему сказанному великим актером Владимиром Этушем добавить слова эксперт-криминалист и старший лейтенант, то получится в аккурат про нашу героиню. Татьяна Пьянова в органах с 2012 года. Желание служить в полиции родом из детства. Мечтает стать генералом. 2016-й выдался для нее без преувеличения триумфальным. Лучшим сотрудником органов внутренних дел Орловской области 2016 года признана старший лейтенант полиции Пьянова Татьяна Николаевна. Эксперт-экспертно-криминалистического центра УМВД. До экспертно-криминалистического центра она успела поработать и в Болховском районе, и в ОВД Северного района Орла. Несмотря на серьезную подготовку, полученную в юридическом институте, на первых порах приходилось трудновато, признается Татьяна. Психологически. Мое первое дежурство, первое боевое, у меня был сразу первый труп. Там был несчастный случай. Там ничего такого страшного не было, но все равно я потом где-то на неделе две спала со светом. Но, как говорится, терпение и труд – все перетрут. Вшло время, оттачивались умения и закреплялись на практике полученные знания. Татьяну перевели в ВКЦ УМВД области. Человек начинал работать на службу на земле. Прошел все ступени и выездил на осмотр места происшествия. Составил следственную оперативную группу в сельской местности. Сотрудник действительно очень достойный. Проявляет себя в различных областях. Основное направление, если взять в криминалистике, то исследование дактилоскопическое, трассология, исследование технической экспертизы документов. Я считаю, что именно из таких молодых сотрудников, которые обладают определенными хорошими положительными качествами, строится в настоящий момент фундамент полиции. Да и какой руководитель скажет плохо про своего сотрудника, подумаете вы? Аннет, солидарны со своим начальником и те, кто работает с Татьяной каждый день. Трудится рука об руку, плечо к плечу. Ведь особого простора в помещениях экспертно-криминалистического центра нет. Как говорят коллеги, нет-нет, да и спросим у нее совета. Да и она не стесняется обратиться за помощью. Одно ведь дело делаем. Довольно-таки быстро влилась в рабочий коллектив. Ей объяснять особо ничего не надо. Она схватывает все на лету. Умная, профессиональная. Ее конек, то, что она делает довольно-таки грамотно и быстро все. Не откладывает на потом. То есть получила работу и начинает ее сразу исполнять. Со слов Татьяны, к такому порядку ее приучил спорт. С детства она занималась легкой атлетикой, причем довольно успешно. О чем говорит ее звание мастер спорта. Работа в полиции тренировочного процесса не остановила. Держать в форме себя нужно всегда. После работы, естественно, ежедневные тренировки. Раньше могли и по две тренировки в день. Утром разминка рано, в 6 утра. Естественно, после этого на работу. И вечером после работы тренировка в манеже. Она не боится пробовать что-то новое. Поэтому и появилось еще одно увлечение. Стрельба из боевого оружия. Как говорит ее тренер Олег Дадонов, у Татьяны все получилось довольно легко. Пришла, отстрелялась, победила. С первых своих тренировок она начала довольно уверенно поражать мишени. И это без специальной подготовки. Татьяна показывала очень высокие результаты. Мы включили ее в состав сборной команды в МВД. В текущем году она выступала на всероссийских соревнованиях МВД России. Показала достаточно высокие результаты. И подтвердила звание кандидата в мастера спорта. Я форму новую одену свою. И впереди иду в парадном строю. Пусть не швартегер я и не клад вам дам. В обиду никого не дам. Татьяна уверена, дабы стать настоящим профессионалом, одного желания мало. Нужно любить дело, которым занимаешься. Ценить то, что делаешь, набираться опыта, стремиться к самосовершенствованию. И тогда, кто знает, возможно и засияют генеральские погоны на плечах спортсменки, комсомолки и просто красавицы. Олег Рудаков, Владимир Назрачев, телеканал Первый областной.